Субтитры создавал DimaTorzok И в этом видео я бы хотела начать серию видеороликов с чтением книги. Я очень надеюсь, что это чтение принесет некоторый психотерапевтический эффект. На самом деле, очень часто люблю смотреть АСМР, но слушать в основном именно с какими-то поддерживающими словами. С какими-то нужными в данный момент словами. И на самом деле, очень не хватает роликов с книгами, в которых задержится какая-то такая ценная информация, которая тебя, грубо говоря, спасает. То есть, дает какую-то поддержку, какое-то успокоение, что ли. От тревоги немножечко спасает. Вот. И у меня есть как раз такая книга. Вот она. Иргнило. Всемотворение на день. Это книга лекарства, причем более мощная, чем таблетка, обещающая вечную жизнь. Я думаю, очень приятно будет слушать эту книгу в формате АСМР перед сном. Поэтому давайте начнем читать ее. Посвящается Мэрилин моей жене. Мы вместе 60 лет, и мне все еще мало. Как мило, боже. Вот тут еще такой, как бы, эпиграф. Не совсем эпиграф, но, короче. Всемотворение на день. И кто помнит, и кого помнит. Все эфемерно. И память, и воспоминания. Неизбежен тот час, когда ты все забудешь. И неизбежен час, когда забудут тебя. Всегда помни, что скоро станешь никем и нигде. Марк Аврелий. Размышления. Кстати, знаю, что многих людей это вгоняет в панику или в депрессию. Возможно, тогда лучше вам, наверное, не читать эту книгу. Я не знаю, а может быть, эта книга, наоборот, поможет вам не вгоняться в депрессию и в панику от этих мыслей. Но лично меня эти мысли успокаивают. Я даже не знаю, почему. Меня не страшит мысль, что меня не станет. Типа, ну может быть, есть, конечно, жизнь после смерти. Я не знаю. Но если ее нет, я спокойно к этому отношусь. Итак, начнем. Глава первая. Терапевтический зигзаг. Доктор Елом, я бы хотел прийти к вам на консультацию. Я прочитал ваш роман, когда Ниджи плакал и подумал, вдруг вы не откажетесь встретиться с коллегой-писателем, переживающим творческий ступор. Пол Эндрюс написал Ирвину Елому, автору этой книги. Этим письмом, пришедшим на электронную почту, Пол Эндрюс явно стремился разбудить мое любопытство. Надо признать, что ему удалось. Я бы никогда не отказал коллеге-писателю. Что касается творческого ступора, мне посчастливилось никогда не встречаться с этим явлением. И я был полон решимости помочь Полу в его проблеме. Десять дней спустя он явился на сессию. Я был поражен его внешним видом. Почему-то я ожидал увидеть человека средних лет, изнуренного душевными переживаниями, но полного страсти к жизни. Однако в мой кабинет вошел седой старик, скрюченный так, будто он разглядывает что-то на полу. Глядя, как Пол Эндрюс медленно, дюйм за дюймом, преодолевает путь до кресла, я задумался, чего ему стоило добраться до моего офиса, расположенного в самой верхней точке, Рашен Хилл. Рашен Хилл – это район в Сан-Франциско, Калифорния. Мне показалось, что я явственно слышу, как скрипят его суставы. Взяв из руку Пола тяжелый портфель, я помог ему сесть. Благодарю, благодарю вас, молодой человек. И сколько же вам лет? Восемьдесят. Ответил я. Ах, а где мой восемьдесят? А сколько же лет вам? Восемьдесят четыре. Да-да, восемьдесят четыре. Вы должны быть поражены. Большинство людей считает, что мне не больше сорока. Наши взгляды встретились, и я был очарован искрыгами озорства в его глазах и мелькнувшей улыбкой. Молча мы смотрели друг на друга, и мне показалось, что мы нежимся в теплых лучах старой дружбы, как два путешественника, плывущих на одном корабле, и одной холодной туманной ночью в разговоре на палубе, выяснивших, что выросли по соседству. Мы мгновенно узнали друг друга. Наши родители переживали великую депрессию. Мы следили за легендарными дуэлями между Димаджо и Дэдом Уильямсом. Это игроки в бейсбол. Помнили масло и бензин по карточкам, день победы в Европе, гроздья гнева Стэнбека и Статс Лонгьян Фаррелла. Это что-то американское. Мы с вами вряд ли как бы в курсе. Слова были излишни. Между нами чувствовалось столько общего, что наш контакт не вызывал сомнений. Пора было переходить к работе. Итак, Пол, если позволите обращаться к вам по имени. Разумеется, кивнул он. Я знаю у вас лишь то, что вы сообщили в своем кратком письме. Вы написали, что мы с вами собратья по перу. Вы прочитали мой роман о Ницше. Их у вас творческий ступор. Да, и я прошу об одной единственной консультации. Я ограничена в средствах и не могу позволить себе больше. Постараюсь делать все возможное. Давайте же приступим и будем максимально эффективны. Расскажите все, что мне следует знать о вашем ступоре. Я расскажу немного о себе, если вы не против. Начал Пол. Отлично. Кивнул я. Придется вернуться во времена моего студенчества. На последнем курсе Принстона я изучал философию и работал. Над диссертацией о несовместимости представлений Ницше о детерминизме и его восхвалении идеи самопреобразования. Но я не мог закончить работу. Меня постоянно отвлекали интереснейшие письма Ницше, особенно адресованные его друзьям и собратьям писателям, таким как Стриндеберг. Постепенно я утратил интерес к философии Ницше и стал больше ценить его как художника. Я начал относиться к нему как поэту с самым мощным голосом в истории человечества. Голосом настолько величественным, что он затмил его идеи. И вскоре мне не оставалось ничего другого, кроме как сменить факультет и продолжить писать диссертацию уже по литературе. Шли годы. Мое исследование продвигалось, но я попросту не мог ничего написать. В конце концов я пришел к выводу, что художника можно показать только художественным методом. И оставил идею о диссертации, решив вместо этого написать один же роман. Однако творческий ступор не удалось обмануть сменой тактики. Он стоял намертво, как гранитная скала. Так и стоит по сей день. Я был поражен. Полу 84 года. Работу на диссертации он начал лет в 25. 60 лет назад. Мне попадались вечные студенты. Ну 60 лет. Поставить жизнь на паузу длиной в 60 лет. Нет, нет, не может быть. Пол, расскажите мне, что происходило в вашей жизни после колледжа. Рассказывать особо нечего. Разумеется, в Принстоне в конце концов решили, что я у них засиделся и выгнали меня. Но страсть к чтению была у меня в крови. И я не мог жить без книг. Поэтому устроился на работу в университетскую библиотеку. Там и проработал до пенсии, безуспешно пытаясь начать писать. Вот и вся моя жизнь прибавить больше нечего. Расскажите еще. У вас есть семья. Значимые люди. На лице Пола промелькнуло нетерпение. Ни братья, ни сестер. Он произнес это так поспешно, будто выплюнул эти слова. Дважды женат, дважды разведен. К счастью, оба брака недолгие. И без детей, слава богу. Странное дело, подумал я. Пол, поначалу касавшись общительным и открытым, словно старается дать мне как можно меньше информации. Что ж такое? Я настойчиво продолжил. Вы собирались написать роман о Ницше. И в своем имейле упомянули, что читали мою книгу, когда Ницше плакал. Можете рассказать об этом побольше? Я не понимаю ваш вопрос. Какие чувства вызвала у вас моя книга? Поначалу сюжет буксовал, но постепенно дело пошло лучше. Несмотря на высокопарный язык и вычурные неправдоподобные диалоги, это было в целом небезынтересное чтение. Нет-нет, меня интересует ваша реакция на книгу. С учетом того, что вы сами хотели написать роман о Ницше, эта ситуация должна была вызывать какие-то чувства. Пол потряс головой, будто отмахиваясь от бессмысленного вопроса. Не понимая, что делать, я продолжала его спрашивать. Скажите, как вы решили обратиться ко мне? Причиной стал мой роман. Ну, какова бы ни была причина, сейчас мы здесь. С каждой минутой все страннее. Но если я хочу, чтобы наша консультация помогла Полу, мне надо больше узнать о нем. Я решил прибегнуть к старому доброму вопросу, который всегда приносил информацию. Мне нужно побольше узнать о вас, Пол. Думаю, нашей сегодняшней работе пойдет на пользу, если вы расскажете, как проходит ваш обычный день, точнее, сутки. Как можно более подробно выберите какой-нибудь день этой недели, и давайте начнем с вашего пробуждения. Я почти всегда задаю этот вопрос на сессии, поскольку он позволяет получить бесценные сведения о множестве сфер жизни пациента, о том, как он спит, ест, что ему снится. Но больше всего я хочу узнать, какие люди населяют жизнь пациента. Но Пол не разделял мой исследовательский энтузиазм. Он снова слегка потряс головой, будто отгоняя мой вопрос подальше. У нас есть темы поважнее. Много лет я переписывался с руководителем диссертации профессором Клодом Мюллером. Вы знакомы с его работами? Я читал биографию Нитши и его авторства. Замечательная книга. Хорошо. Очень хорошо. Я весьма рада услышать ваше мнение. Живо откликнулся Пол, открывая свой портфель и вынимая увесистую папку с коросживателями. Вот, я прихватил тут подшивку писем и хотел бы, чтобы вы их прочли. Когда? Прямо сейчас? Да, это самое важное, чем мы можем заняться на консультации. Я посмотрел на часы. Но ведь у нас всего одна сессия. Чтение займет час, а то и два. И было бы куда болезнее, если бы мы... Доктор Илон, поверьте, я знаю, о чем прошу. Начинайте читать, пожалуйста. Я был в крайнем замешательстве. Что же делать? Пол абсолютно убежден в своей правоте. Я напомнила ему о временных ограничениях. Он ясно осознает, что у него есть одна единственная сессия. Может, Пол в самом деле понимает, что делает? Возможно, он считает, что эта переписка даст мне всю необходимую информацию о нем. Да-да, наверняка так оно и есть. Пол, вы имеете в виду, что эта переписка расскажет мне о вас все, что нужно? Если вам необходимо так думать, чтобы начать читать, ответ – да. Давно я не оказывался в такой необычной ситуации. «Рассковор по душам, моя профессия, привычная территория, где я всегда чувствую себя комфортно. Но в этом диалоге все шло не так. Может, мне стоит просто отдаться потоку?» В конце концов, этот час принадлежит Полу. Он оплатил его. Ощущая некоторое головокружение, я решил подчиниться и протянул руку за подшивкой писем. Передавая мне тяжелую папку, Пол сообщил, что их переписка с профессором Мюллером продолжалась 45 лет и оборвалась со смертью профессора в 2002 году. Я начал листать страницы, пытаясь понять, с чем мне предстоит иметь дело. Было заметно, что подшивку делали с большой заботой. Похоже, Пол сберег пронумеровал и поставил даты на всех письмах, которыми обменялся с профессором. Будь то короткая записка о чем-то мимолетном или про странные рассуждения на нескольких страницах. Письма Мюллера заканчивались его небольшой изящной подписью, в то время как письма Пола, как ранние, написанные под копирку, как и поздние ксерокопии, были подписаны простой буквой «Б». «Пожалуйста, начинайте», — кемнул мне Пол. Я прочитал первые несколько писем и убедился, что переписка увлекательна и чрезвычайно учтива. Было очевидно, что профессор Мюллер глубоко уважает Пола и в то же время не одобряет его восторг от словесных игр. В самом первом письме он отмечал, «Вижу, что вы влюблены в слова, мистер Эндрюс. Вам нравится вальсировать с ними, но слова — это просто знаки. Мелодию же создают идеи. Именно идеи определяют нашу жизнь». «Признаю свою вину», — написал Пол в ответном письме, «я не занимаюсь перевариванием и усвоением слов. Я люблю танцевать с ними и, надеюсь, никогда не разлюблю». Через несколько писем они, несмотря на разницу в положении, разделяющие их полвека, отказываются от формальных мистер и профессор и начинают обращаться друг к другу по имени Пол и Клод. В другом письме мой взгляд выхватил фразу Пола, «Я никогда не упускаю возможность озадачить своего собеседника». Что же, не только мне досталось. Следовательно, я буду всегда в объятиях одиночества, продолжил он. «Знаю, что ошибаюсь, предполагая у других ту же страсть к хорошо сказанному слову. Знаю, что навязываю им свою страсть. Только представьте, как все в ужасе разбегаются. Стоит мне приблизиться». «Вот это важно», — подумал я. «В объятиях одиночества красивый оборот, предающий словам поэтическую окраску, но за этим стоит действительно очень одинокий старик». Еще через несколько писем у меня произошел инсайд. Я наткнулся на абзац, который, возможно, был ключом к пониманию всей этой чрезвычайно странной консультации. Пол писал. «Понимаете, Клод, мне только и остается, что искать самый утонченный и возвышенный ум, какой можно найти. Мне нужен ум, который смог бы оценить мои чувства, мою любовь к поэзии. Ум ясный и достаточно упорный, чтобы вступить за мной в диалог. «Заставляют ли мои слова биться ваше сердце быстрее, Клод? Мне нужен легкий на подъем партнер для этого танца. Не окажете ли мне честь?» Докатка молнией озарила мой разум. Я понял, почему Пол так настаивал, чтобы я прочел переписку. Это же очевидно. Как же я не запросил. Профессор Мюллер умер двенадцать лет назад, и Пол ищет себе другого партнера по танцу. Вот какую роль сыграл здесь мой роман о Ницше. Неудивительно, что я был спецдолку. Мне казалось, что это я расспрашиваю его, в то время, как на самом деле он проводил со мной собеседование. Вот что здесь происходило. Секунду я смотрел в потолок, раздумывая, как выразить словами свое озарение, но Пол прервал мои размышления, указав на часы. «Доктор Елон, прошу вас, время идет продолжать читать». Я выполнил его просьбу. Письма были увлекательны, и я охотно погрузился в них вновь. В первом десятке писем отчетливо сквозили отношения учителя и ученика. Клод нередко давал Полу задания, например, «Пол, я бы хотел, чтобы вы написали работу по сравнению о мезогении у Ницше и у Стриндберга». Я предположил, что Пол выполнял эти задания, однако упоминаний о них больше не встречал. Должно быть, они обсуждали его работы при личной встрече. Но постепенно, примерно за год, роли ученика и учителя стерлись, о заданиях речь больше не заходила, и стало трудно понять, кто из них учник, а кто учитель. Клод посылал Полу свои стихи и просил комментариев, и ответы Пола не отличались почтительностью, когда он призывал Клода отключить интеллект и отдаться бурному потоку чувств. Клод же со своей стороны критиковал стихи Пола за испыток страсти при отсутствии внятного содержания. С каждым письмом их отношения становились все более близкими и глубокими. Я задавался вопросом, «Не держу ли я в руках все, что осталось от великой любви Пола, любви всей его жизни? Может быть, Пол страдает от постоянной, неутолимой тоски?» «Да-да, наверняка так и есть. Именно это он пытается сообщить мне, заставляя читать переписку с давно ушедшим профессором». Время шло. Я пробовала одну гипотезу за другой, но ни одна не давала исчерпывающего объяснения. Чем дальше я читал, тем больше передо мной и вставала вопросов. Зачем Пол пришел ко мне? Он назвал своей главной проблемой творческий ступор. Так почему же он не выгазывает ни малейшего интереса к обсуждению этого ступора? Почему он не рассказал мне подробнее о своей жизни? Зачем он так настаивает? Чтобы все имеющееся у нас время я потратил на чтение старых писем? Нам нужно это выяснить. Я твердо решил поговорить все эти вопросы с Полом до того, как время сессии выйдет. И тут я увидел пару писем, которые заставили меня замереть. Итак, письмо начинает. Пол, ваше постоянное восхваление чистого опыта приобретает опасное направление. Я должен снова напомнить вам слова Сократа. Непознанный опыт не стоит того, чтобы его проживать. Цитата закрывается. Отлично, Клод мысленно зааплодировал я. Полностью поддерживаю ваш призыв к Полу, чтобы он исследовал свою жизнь. Однако Пол в следующем письме ответил довольно резко. Если бы у меня был выбор жить или исследовать, я бы выбрал жить, жить каждый день. Я избегаю объяснений и призываю вас поступать так же. Стремление все объяснять поразило современную мысль, как эпидемия и ее главные разносчики – психотерапевты. Все мазкоправы, которых я встречал, страдали этим недугом. Эта дрянь заразна и вызывает зависимость. Объяснение – это лишь иллюзия, мираж, теоретический конструкт, успокаивающая, колыбельная. Интерпретация не имеет ничего общего с бытием. Давайте назовем вещи своими именами. Это трусливая защита от шаткости, безразличия и непредсказуемости бытия. Я прочитала этот отрывок дважды, а потом еще раз, ощущая, как почва уходит из-под ног. Моя решимость обсудить идеи, зревшую у меня в голове, померкла. Я понял, шансы, что Пол примет мое приглашение на танец, равны нулю. Время от времени я поднимал взгляд от писем и замечал глаза Пола, напряженно всматривающиеся в меня, впирающие в себя каждую мою реакцию, призывающие продолжать чтение. Однако, заметив, что до конца сессии осталось всего 10 минут, я закрыл папку и взял в инициативу свои руки. Пол, у нас осталось мало времени, и мне хотелось бы обсудить с вами несколько вещей. Я чувствую себя неловко, поскольку мы подходим к концу сессии, а я до сих пор так и не приступил к проблеме, из-за которой вы обратились ко мне, к вашему творческому ступору. — Я никогда этого не говорил, — ответил Пол. — Но в своем письме вы... — Погодите, вот оно, я распечатал его. Открыв свою папку, я стал искать письмо, но Пол прервал меня. — Я помню свои слова. Я бы хотел прийти к вам на консультацию. Я прочитал ваш роман, когда Ницше плакал, и подумал, вдруг вы не откажетесь встретиться с коллегой-писателем, переживающим творческий ступор. Я поднял на него глаза, ожидая увидеть усмешку, но Пол был совершенно серьезен. Он в самом деле написал, что у него творческий ступор, но нигде не обозначил его как проблему, из-за которой он ищет помощи. Это была словесная ловушка, и я почувствовал раздражение, что меня так провели. Я привык помогать людям с проблемами. Именно этим занимаются терапевты. Так что не мудрено, что я понял ваши слова определенным образом. Да, я абсолютно согласен. Ну что ж, тогда давайте начнем все заново. Скажите, чем бы я мог вам помочь? Что вы думаете о переписке? Можете сформулировать свой вопрос поконкретнее. Это помогло бы мне точнее в моих комментариях. Мне ценно любое ваше наблюдение. Хорошо, сказала я. Открыл свой блокнот и полистал страницы. Как вы понимаете, у меня было время ознакомиться лишь с небольшой частью переписки, но я поражен тем, сколько в этих письмах ума и эрудиции. Сильное впечатление на меня произвело смещение ролей. Сначала вы были учеником, а мюллер-учителем, но, очевидно, вы были особенным студентом, и через несколько месяцев юный ученик и заслуженный ученый уже общаются как равные. Нет никаких сомнений, что профессор уважал ваше суждение. Он восхищался вашей прозой, ценил ваши критические замечания по поводу его работы. Полагаю, на вас он тратил намного больше времени и энергии, чем на любого другого студента. И, конечно же, поскольку ваша переписка продолжалась много лет после вашего ухода из университета, нет никаких сомнений, что вы очень много значили друг для друга. Я посмотрел на Пола. Он сидел неподвижно, с полными слез глазами, и жадно впитывал мои слова, явно желая, чтобы я продолжал говорить. Наконец-то, наконец-то между нами произошла встреча. Наконец-то я мог что-то дать ему. Мог подтвердить то, что имело для Пола необычайную важность. Я и только я мог засвидетельствовать, что великий человек считал Пола Эндрюса значительным. Но этот великий человек умер много лет назад, и Пол слишком ослаб, чтобы выносить это знание в одиночку. Ему нужен был свидетель, авторитетная фигура, и на эту роль он выбрал меня. У меня не осталось сомнений в правильности моей догадки. Теперь нужно передать некоторые из этих мыслей Полу. Они могут ему пригодиться. Но я так много всего осознал, а нам оставалось всего несколько минут. Я не знал, как успеть все, и решил начать с самого очевидного – Пол. Больше всего в вашей переписке меня поразила та сильная и полная нежность и связь, которая сложилась между вами и профессором Мюллером. Для меня эта связь выглядит как глубокая любовь. Его смерть, должно быть, стала для вас ужасным потрясением. Полагаю, боль от потери все еще не прошла. И именно поэтому вы обратились ко мне за консультацией. Что вы об этом думаете? Пол не ответил. Вместо этого он протянул руку за письмами, и я вернул ему бабку. Он открыл портфель, спрятал туда бабку и надежно застегнул его. Я прав, Пол. Я обратился к вам за консультацией, потому что хотел консультацию. И вот я ее получил. Это ровно то, чего я хотел. Вы мне помогли, очень помогли. Я меньшего и не ожидал. Спасибо вам. Прежде чем вы уйдете, Пол, пожалуйста, еще один вопрос. Мне всегда важно понять, что именно помогло. Вы могли бы кратко сформулировать, что именно вы получили от меня. Я убежден, такое прояснение будет полезно вам в будущем и может помочь мне и другим моим клиентам. Ирв, мне очень жаль, что приходится покидать вас таким количеством неразгаданных загадок, но, боюсь, наше время вышло. Он покачнулся, пытаясь подняться. Я вскочил и поддержал его под локоть. Пол выпрямился, пожал мне руку и бодрой походкой двинулся во своясье. Конец первой главы. Надеюсь, вам понравилось. Мне понравилось. И надеюсь, что вам интересно будет продолжать читать эту книгу. Я думаю, там будет что-то еще более интересное. Поэтому, в любом случае, я желаю вам спокойной ночи, хорошего настроения, хорошего самочувствия. Целую вас и обнимаю.